И добра времени суток, мои дорогие подписчики и подписчицы, и мы продолжаем просмотр аниме One Piece. По счёту нас идёт 307 серия, но прежде чем приступим к её просмотру, не забывайте, если вы ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки, писать ваши комментарии, ну и подписываться на Телеграм и на Твич. Ссылочки все находятся в описании под каждой реакцией, а я же всем желаю приятного просмотра. И погнали смотреть дальше на русалку-бабушку Кокору, да? Так, хорошо, корабль и не отжали. Мои извинения, ребята, мы позаимствуем этот корабль. Нормально стоит или нет, ёптую мать, не могу настроить? Таким вот нехитрым образом конвойный корабль превращён в корабль для побега. Да. Осталось только дождаться, Мугивар. Вот и они. Что? Интересно, Фрэнки об этом знает? Не умирайте! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Корабли номер 6, номер 7 и номер 8 отрапортовали о пиратах на фронтальных вратах. Кстати, уйти на корабле дозора, это прям... Очень логично, то есть не факт, что на вас обратят внимание. Прям сходу. Бабуля, оденься. Поверить не могу. Сильный должен быть у них шок. Ну, вот увидеть такое. Они даже перестали дышать и глотать воду. Это радует. Знать бы, что их так шокировало. Ну, да. Странно. Это ты, да? Накама, за которым пришел юный король пиратов. Да. Ты еще была на пересадочной станции, верно? Помню я тебя. Я и подумать тогда не могла, что вы такое чебучите. Оденься уже вешалка старая. Тогда я посмеялась над его желанием стать королем пиратов. Наша Накама ждет нас. И не пытайтесь нам мешать. Но черт его знает, может и правда станет. Старая вешалка. Жива ли Нами-сан? И все вам ни по чем. Рада, что вы живы. Русалок не существует. То есть русалы есть, а русалок нет, да? Русалка, ты видела Дюгона. Кретины. Не говорила она еще, что она русалка. Не рожьте мою мечту. Я настоящая русалка-белокровка. Нет русалок еще. Ты ее что-то раньше не слышал о русалках с ногами. Поломала мир Санджи. Все, я ливаю нахуй. Он же верил. Мальчик верил, что это самые красивые, прекрасные существа, которые есть. Если он мечтал когда-нибудь в своей жизни увидеть. Увидеть, чтобы у него кровь... Не, у него кровь с носа, наверное, и так пошла. Все пиздец. Пиздец. Это травма. Травма нахуй на всю оставшуюся жизнь. Если в дальнейшем где-то кто-то скажет, что она русалка, пизда глазам. Но. Не исключено, что такой Санджи сможет их тащить. Как бы, если она будет против. Мугилар. Ой, бля. Я тоже протестую. Русалки должны быть. Русалки должны быть. Ну как? Как говорят моряки. Белоснежная кожа. Красивые длинные волосы, мерцающие в воде. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Огромное вам спасибо, Кокера-сан. Наконец-то счастливый взгляд, да? Ожидаемо. Наконец-то счастливый взгляд. Ожидаемо. Ты в порядке? Робин! Чопер-тус! Благодаря вам. Спасибо. Ой, да брось ты! Нехило он так... Ба, ты нечто! Так ты и русалка? А я еще гадала, зачем тебе плавник и жабры? И не догадалась? Пиздец ты, малая! Чопер! Ну, это, наверное, последствия этих... Рамблболов. Потом все расскажу, герой. Так, куда старпом? Луфи помогать? Зора! Я хотел сказать, Зоракун! Эй, взгляни на это! Уже все в огнях! Не верится, что это тот же самый остров! Что ж там сейчас творится? Просто огненное море! Держу пари им дан приказ уничтожить все, но не трогать Ника Робина! В мост, получается, стрелять не будут? Но вполне возможно, они вернутся за ней потом! Когда полностью уничтожат Эннис Лоби! Нам придется отбить Ника Робин! Или убежать до того, как они уничтожат Эннис Лоби! Где ж, Луфи? Дерется в той башне, как я полагаю! Причем дерется не с кем иным, как с поганым Робом Лучи! Не так уж от нас и далеко! Может, поможем? Не стоит! С голубятником шутки плохи! Кто знает, как все обернется, если и ты в битву лезешь? Ну, если он, да, а если ты, Зоро? К тому же, мы не знаем, когда сюда придет Дозор! Тереть свой шанс спастись мне не хочется! Так что будем ждать Луфи здесь! И все! Хорошо, что он сказал, то есть я бы не понял Зоро вообще никоим образом, если бы он, типа, сказал, что, ну, после слов, типа, что не хочу терять свой шанс спастись и просто взять и собираться уплывать, это был бы просто трэш! Дождаться Луфи? Да! Хорошо! Но не проще тебе, как можно сказать, второму по уровню силы, либо наравне, там, с Луфи по уровню силы, пойти на самом деле и постараться сделать так, чтобы он выбрался быстрее! Но вы же не знаете, что с ним там происходит! Вы даже не знаете, жив он или нет! Я думаю, что какое-то время Зоро смог бы противостоять Луфи, тем более, что Луфи потрепан! Зоро тоже не в лучшем виде, но, вот честно, мне кажется, что у Зоро вполне достаточно сил для того, чтобы сражаться с ним плюс-минус на равных! Ну, не знаю! Истинная буря начнется сейчас! Понял! Хочешь больше? Многие вправду повредила! Ну, ладно! Согласен, иногда ты можешь что-то дельное сделать, но недооценивай тело мастера Рокушики! Огромной мощи требуется сильное тело! Ничего с того! Что случилось? Нанчат! Гайп! Гайп! Гайпу грари Гайп! Гайп! Время играет! фрэнки как твои на камаш кстати да это вопрос эти совсем справятся как и мы спасутся с острова сам до конца в это не верит а но и огонь по команде это эй паули вернись дон дон муша и мы должны знать как продвигаются дела у муки вар проклятие выстрелили а не ки и все готово к отправке уходим как только появится луфи да но если все объективно взвесить чтобы сбежать каждому из нас придется вынести по кораблю что почти невозможно докладывают фронтальные врата все дозорные агенты они слове находятся на корабле также была обнаружена группа пиратов численностью в 50 человек у фронтальных врат это ведь с зомбой с товарищами что я вам говорил я скажу что они уничтожены атака завершена успешно все были убиты остров больше не пригоден для жизни процент выживших на энис лобби 0 у докладывает корабль номер два здание суда на юго-востоке башня правосудия подземный туннель соединяющий остров и мост все уничтожено последняя цель мост сомнений верить все равно нельзя они говорят что уничтожены все да они не знают а луфи да они не знают уничтожены ли гомер и содома со всеми остальными да и с великанами но они выжили а собственно передают что уничтожены все раз выжил фрэнки раз выжила кока разор и остальные значит есть шанс и вероятность что вы жили и остальные правильно ну а конкретно именно нам что думать про луфи мы знаем остальные мы видели момент того как они попали под атаку но не то как они погибли ну то есть не показывали что они погибли я даже не исключаю такой возможности что по дэн-дэн муша этому конкретно именно габрил паули 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 о том что типа все уничтожены но повелись бы на это дозорные будем смотреть но что-то ну не это было бы слишком типа знаете как бы да не то чтобы это главное где-то какие-то персонажи именно команда фрэнки да я не могу сказать что они прям настолько сильно полюбились как и остальные буги вары на протяжении этого времени но они все довольно неплохие ребята мне очень полюбились как минимум квадратноголовые девочки но они были они прекрасны было бы круто чтобы великаны все-таки добрались до своих капитанов да чтобы те годы которые они потратили на работу здесь вот войне с лобби ну не прошли даром то есть чтобы они вновь встретились со своими капитанами поговорили с ними рассказали что с ними происходило да типа те поделились бы с ними своей где-то какой-то именно истории то есть вот этого хотелось было соединение потом в дальнейшем может быть по сюжету увидеть их уже вместе со своими капитанами и как-то вот было бы слишком если бы убили их всех правильно поэтому нет там что-то другое но обратно же надо если они выжили показать это так чтобы это было правдоподобно и логично они попали под выстрелы должны если они от них гдето как-тоを вернулись ушли нужно чтобы это было естественно чтобы это было правдоподобно чтобы это было не какой то случайность случайности там нелепости там дозорных чтобы конкретно было видно что вот да они там где-то обхитрили там перехитрили там где-то что-то сделали. Иначе это можно считать как просто тем, что их вытаскивает сюжет. Что тоже будет не очень хорошо. Поэтому посмотрим. Фрэнки. Они. Значит, вы парни идете к суду. И присоединяйтесь к Мугиваре. Мы разделимся на две группы, чтобы опустить мост. И Галилейла тоже. Если встретишь их, то передай. Они уволены. Хойма. Каши. Как вы посмели? Нас. Обманывать. С ними был Йоконзуна. Ты с нами? Содом. Гомора. Все. Я пойду за Фрэнки хоть на край света, говорит. Да, Нами. Ни одна карта не покажет людей. Ни одна карта не скажет, сколько погибло, когда остров стирали с лица земли. Таков вызов пяти. И сейчас вызов пяти кажется огромной силой. Почему мне кажется, что когда я буду на сериях там 800-900 тысяча почему такое ощущение, что вот эта вот сила конкретно именно вызова пяти в то время будет мне казаться ничтожной. и я буду смотреть назад в прошлое, когда я смотрел Аниэс Лобби и думать, что те мугивары, которые будут в тех вот этих около тысячных сериях, оказавшись в Аниэс Лобби при той силе, которую имеют тогда для них это показалось бы чем-то, ну перхоть. Это, с одной стороны, логично, конечно, но вот вообще интересно. Вот вспомню ли я то, что сейчас говорю тогда, когда буду на тех сериях. прям любопытно, да? Вспомнится ли это? Потому что это будет ну, будем честны, где-то полтора-два года через где-то так. Это если брать так-то именно по максимуму. Поживем, увидим. Мы пришли к тебе на помощь, война. Давай вернемся вместе. А я уже думал, что они кричат, а это он вспоминает. Не шевелись, мугивара! И заставляй своих накамо ждать. Если ты помрешь, я тебе никогда это не прощу. Фрэнки! Не работай, третий, ой, второй гир. Пока не побью тебя, не успокоюсь! Ты самоубийца? А, нет! Активирует! Второй гир. Продолжение только на анимедия.тв. Перевод Костян. Значит, следующая серия нас ожидает именно прям цельная, скорее всего, и полноценная серия сражения Луфи и Лучи. Точка в этой схватке. Точный и безоговорочный победитель. и это должны сделать красиво. Красиво и так же правдиво. Одно дело сражение, к примеру, там, Калиф и нами это одно дело, да? То есть, там можно где-то как-то что-то подпридумать, где-то как-то что-то там на что-то закрыть глаза. То, что Калифа проиграла и использовала только силу своего фрукта, исходя из того, что она использует его на базовом уровне, да? Сила Рукушики, она показала не то, чтобы все, а могла просто-напросто спамить ими и при этом очень долго разговаривала. То есть, ну, все это можно закрыть глаза, но бой таких персонажей, как Лучи, который, можно сказать, лидер CP9, спанда мы не берем, лидер CP9, и Луфи, который капитан команды Мугивар, вот бой с ними должен быть максимально точен, чтобы к нему нельзя было никоим образом где-то как-то именно докопаться доебаться и так далее, и так далее, и так далее. Смотрим. Второй гир против Роба Лучи. Лучи покоцан, ноги покоцаны. Он не смог добежать до Луфи и нормально его ударить. Значит, уворачиваться ему будет сложнее. Луфи, да, слегка обессилен, но, раз уж он второй гир активировал, базовая сила вот этого вот использования этого гира, она будет. Пусть не настолько, не такое количество времени, да, даже если, но она будет равноценно сильна так же, как и была тогда, когда он сражался с Бруно. Так же, как она была сильна, когда он впервые активировал ее в сражении с Лучей, а тогда Лучей был ни каплики не покоцан, да. И в этом случае как бы Луфи уже стоит по уровню силы выше. Если он где-то как-то мог наносить получается удары и уворачиваться от атак Лучей во втором гире, когда Лучей был полон сил, то сейчас слегка покоцанными ногами и в общем уже чуть-чуть выдохнувшимся, я думаю, что Луфи еще выше по силе сейчас. и у него есть все шансы, чтобы закончить этот бой и закончить его довольно-таки быстро за время действия этого гира. Так что да, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ребята, следующую серию я, скорее всего, также буду смотреть прямо сейчас. Вот, ну а с этой серией с вами на данный момент буду заканчивать и буду прощаться. Поэтому надеюсь, что вам эта реакция понравилась, ребята. И всем доброго дня, доброго вечера. Увидимся уже совсем скоро в новых реакциях как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok